Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Журова Инна Александровна. Я учитель логопед высшей квалификационной категории. И сегодня мы с вами поговорим о кинетическом песке и возможностях его использования в педагогической работе с детьми дошкольного возраста. Как сказал Константин Дмитриевич Ушинский, лучшая игрушка для детей – это куча песка. Игры в песочнице на морском или речном берегу, выкапывание колодцев, рытье каналов, строительство замков. У каждого есть эти воспоминания из детства. Современные детки тоже любят возиться в песке. Им доступно лепить куличики круглый год с кинетическим песком. Кинетический песок – это уникальный материал для занятий и игр с детьми всех возрастов. Он позволяет строить замки не хуже, чем из обычного влажного песка, при этом невероятно приятный на ощупь. Для ребенка это не только интересное, но и полезное времяпрепровождение. Кинетический песок на 98% состоит из обыкновенного кварцевого песка и на 2% из связующего клееобразного полимера синтетической силиконовой добавки Е900. Силиконовую добавку, применяемую для изготовления кинетического песка, также используют в пищевой промышленности. Именно поэтому она считается полностью безопасной и не может навредить ребенку. Единственное, конечно, исключение – это аллергия на это вещество. Изобретенный материал внешне напоминает привычный нам песок, однако он более пластичен, сочетает текучие свойства и способность принимать заданную форму, плотность и наличие многочисленных пор. Песчинки в таком материале удерживаются вместе благодаря полимерным связям. Таким образом кинетик не разлетается отдельными частицами, а представляет собой однородную массу, которую можно с легкостью собрать вручную и поместить в контейнер. Поскольку в отличие от обычного песка кинетический песок не сыпучий, то с ним без проблем можно играть даже дома. Если вы пропустите кинетический песок сквозь пальцы, то увидите, что он как будто течет. Из него получаются отличные довольно плотные куличики. При этом песок, что мне нравится и вообще удобен, не оставляет грязных или жирных следов на руках и поверхностях. Однако, если в помещении слишком жарко и влажно, то кинетический песок может прилипать к рукам. Именно за счет своих необычных свойств кинетический песок так нравится и детям, и взрослым. Внешне он похож на обычный мокрый песок, но на ощупь он абсолютно сухой. Простой контакт с кинетическим песком завораживает. Детям и взрослым нравится мять пластичный каму по ладони, перебирать пальцами. Материал необычный, он манит, почему его и называют волшебным. Или еще можно услышать космический. Достаточно часто мамы, да и педагоги интересуются, зачем приобретать новый материал, если поблизости имеется песочница с обычным песком. Ответ очевиден, что в осенне-зимний период в ней играть невозможно по объективным причинам. А лепить куличики из кинетического песка можно вообще круглогодично. Имеются и другие серьезные аргументы в пользу занятий с инновационным материалом. Это стерильность. Общеизвестно, что песочница посещает не только малыши, но и собаки с кошками, которые оставляют в песке экскременты. Да, конечно, мы можем встретить, если в дошкольном образовательном учреждении сверху лежат крышки, но тем не менее, все равно нужно, насколько мы знаем, по санпину проливать по утрам кипятком. Это тоже не есть удобно. И в результате возни в дворовой песочнице на руки ребенка попадают яйца гельминтов, патогенные микроорганизмы. Кинетик же исключает угрозу заражения инфекционными агентами. Следующий плюс – это исключение рисков. Ребятишки в песочнице частенько бросаются друг к другу песком. Мы тоже знаем это прекрасно. Подобные забавы приводят к попаданию этого сыпучего материала в глаза или рот. Игры с кинетическим песком практически полностью исключают подобные нежелательные последствия. Следующий плюс – это развивающий фактор. Песок для игры способствует развитию сосредоточенности мелкой и крупной моторики, воображения. Предоставив ребенку разнообразные формочки, для печенья можно взять стаканы, элементы лего, можно получить совершенно неожиданные постройки. И еще, я считаю, что весомый тоже плюс – это успокоение. Как и стандартный песок, кинетический материал также способствует расслаблению и успокоению ребенка. Работа в такой песочнице позволяет избавиться от стрессов, снять напряжение, после чего малыш скорее засыпает и меньше мучается от ночных кошмаров. Среди родителей, молодых родителей, кинетический песок хорошо известен. Однако разработан материал был относительно недавно, в 2013 году. В детские дошкольные учреждения удивительный песок вошел пока не повсюду, но все чаще используется на занятиях воспитателями, коррекционными педагогами и логопедами. Контакт с пластичной массой способствует развитию тактильных ощущений, мелкой моторики, познавательных, творческих способностей малыша, обогащает сенсорное восприятие, расширяет кругозор и активизирует речевую деятельность. Работа с песком помогает гармонизировать психоэмоциональное состояние, способствует не только мышечному расслаблению, но и эмоциональному. Если медленно много раз пропустить песок через пальцы, то инстинктивно замедлится дыхание. Соответственно, наступает состояние расслабления. Песок можно мять, перетирать в руках, растягивать, разглаживать, приминать, тем самым как бы заземлять негативную энергию. Кинетический песок эффективен при работе с агрессивными детьми, гиперактивными детьми, застенчивыми, зажатыми детьми. С детьми, которым требуется развитие усидчивости, концентрации внимания, памяти, развитие речи, коммуникативных навыков, умение связывать собственную деятельность с ее результатом. Постройки, созданные ребенком на песке, являются отражением бессознательного. С их помощью он выводит наружу свои переживания, внутренние проблемы, которые мучают ребенка. Еще очень важное психотерапевтическое свойство песка – это возможность изменения сюжета, событий, взаимоотношений. Поскольку игра происходит в контексте сказочного мира, ребенку предоставляется возможность изменения дискомфортной для него ситуации. Он учится самостоятельно преодолевать трудности. Кинетический песок эффективен не только как метод песочной психотерапии, но и как элемент развивающих занятий с детьми. В процессе игр с песком можно изучать буквы, счет, свойства предметов и многое другое. И буквально достаточно кратко расскажу о том, какие направления применения кинетического песка. Это развитие мелкомоторики. Можно оставлять отпечатки пальцами, разными сторонами ладошки, месить песок как тесто. Здесь еще развиваются у нас мышцы рук. Используя разные предметы, можно тренировать навыки пользования ножом, скалкой и тому подобное. Использовать формочки для песка, пластилина, чтобы получить аккуратные отпечатки. Следующее направление это рисование и подготовка руки к письму. До того, как ребенок начнет учиться писать ручкой, полезно предоставить ему возможность попробовать рисовать и отрабатывать навыки предварительного письма на различных сенсорных поверхностях. И кинетический песок идеально подходит для этих целей. Дети могут рисовать пальцами или небольшими приспособлениями, счетными палочками, зубочистками, палочками от мороженого, неподточенными карандашами и тому подобное. Пусть рисуют черточки, каракули, геометрические фигуры, повторяют написание букв по вашему примеру. Это даст дополнительные сенсорные навыки и поможет приобрести опыт письма даже без письменных принадлежностей. Следующее направление это развитие творческого мышления. Кинетический песок это материал, который открыт для фантазии. То есть нет определенного и единственного способа, как с ним можно играть. Песок развивает в детях творческие способности. У ребенка формируется определенный опыт. Он открывает для себя новые и новые цепочки. Идея, воплощение, деятельность, двигательная активность и результат. При работе с открытым материалом ребенок сначала думает, как именно использовать эту субстанцию. Потом идет процесс обдумывания плана действий. Ну и самое приятное, конечно же, это получение результата. В познавательном развитии используется песок при формировании элементарных математических представлений. Например, предлагается построить башни различные по высоте. Украсить композицию только большими, либо только маленькими камешками или ракушками. Рисовать на песке разные по длине предметы. Также развивается память, внимание, логическое мышление. Все это способствует формированию целостной картины мира. Следующее направление – это развитие речи. Развитие речи тесно связано с мелкомоторикой. Вы все это прекрасно знаете. Поэтому упражнения для рук способствуют также активизации речи. Работа над развитием активного словаря идет, когда ребенок, отвечая на вопросы, какой песок, что делает, что я делаю с песком, на что похож, описывает с помощью прилагательных глаголов, существительных свойств песка, свои возможности с песком и тому подобное. Физическое развитие. Упражнения с песком развивают двигательные навыки, тренируют захват, учат пользоваться инструментами. Вместо совочка можно для разнообразия брать разные ложки, лопатки и так далее. Равнять поверхность песка, нажимать на перевернутые формочки, чтобы получать отпечатки. Таким образом, кинетик можно использовать самыми разными целями – обучающими, терапевтическими, развлекательными. Но в любом случае польза от таких занятий будет очевидна всем участникам процесса. И буквально немножко я уже останавливалась на преимуществах кинетического песка. Еще хочу расширить, их кинетический песок не токсичен, безопасен для детей с раннего возраста. Этот материал не является привлекательным для патогенных микробов, поэтому подцепить какую-нибудь, скажем так, заразу при игре с ним практически невозможно. Не высыхает. Кинетический песок не может пересохнуть, даже если оставить его на открытом месте. На протяжении нескольких лет способен сохранять тягучую консистенцию, напоминая влажный морской песок. Не боится воды. Кинетический песок не теряет своих свойств под воздействием воды. Вот почему его можно мыть даже под краном, а затем высушивать, не опасаясь за качество будущих поделок. При просыпании сохраняется в виде компактной массы. Кинетик легко убирать, поскольку он не прилипает к сухим ладоням, к стеклянным, пластмассовым и металлическим поверхностям. Собрать части можно при помощи другого комка. Они прилипнут к нему, словно железо к магниту. Важно знать, что не нужно использовать на занятиях с кинетическим песком формы из силикона. Кинетик вот здесь как раз таки липнет к стенкам емкости, не высыпается полностью, поэтому для очищения придется использовать воду. Из-за повышенной пластичности лепка становится более легкой, приятной. Особенности песочной структуры таковы, что вылепленные фигуры не крошатся, не расползаются. Она долго сохраняет первоначальную форму. В случае неосторожного заглатывания, выходит из организма естественным путем, не вызывая при этом дискомфорта. Практически не засоряет глаза при попадании. Не оставляет, тоже уже говорила, следов на руках и одежде. И для использования не требуется специальных условий. Однако, конечно же, у него имеются и недостатки, их гораздо меньше. Свеже открыто материал издает малоприятный запах, который напоминает уксусное или клеевое такое амбре. Через некоторое время этот запах исчезает. Материал отличается низкой сыпучестью. Вот почему его нельзя просеивать и использовать при игре в мельницу. Массивные фигуры, выполненные из кинетического песка, плохо держат форму, быстро оседают и расползаются в разные стороны. Песок продается не во всех детских магазинах, поэтому его часто приходится заказывать по интернету. И к тому же, есть такой небольшой минус, стоимость кинетика достаточно высока. Ну, вы знаете, я нашла, не знаю, насколько я имею право рекламировать, не рекламировать, но это не реклама все-таки. В магазинах фикс прайс продается гораздо дешевле. Я беру там для своих занятий. И давайте немножко поговорим, с какого возраста можно играть с кинетическим песком. На коробках с песком производителям заявлено, что песок подходит для игры детей от 3 лет. В действительности, кинетический песок будет интересен детям уже примерно с года и до 5-6 лет. Просто малыши должны играть под неусыпным контролем, конечно же, взрослых. И важно знать, что единственным противопоказанием для ребенка является наличие аллергической реакции на песок, а также царапины и порезы на руках. Работа с кинетическим песком подходит как для индивидуальных, так и групповых занятий большинства возрастных групп. Сейчас огромный выбор разного песка. Он отличается по текстуре, способности держать форму и другим свойствам. Некоторые виды песка обладают специфическим запахом, поэтому я рекомендую покупать кинетический песок проверенных производителей. Наиболее популярными на российском рынке являются следующие виды кинетического песка. Это кинетический песок производства Швейцарии, космический песок Россия, производитель, и живой песок производителей Южная Корея. Живой песок причисляется к кинетическому условно. На самом деле у него другая технология изготовления. В его состав входит органика, что значительно сокращает срок его хранения. Кинетический песок не имеет объявленного срока эксплуатации. Кинетический песок швейцарского производителя больше подходит детям раннего возраста, так как он рассыпчатый, приятный на ощупь. Недавно фирма начала изготавливать цветной продукт желтого, красного, зеленого, синего, фиолетового и розового оттенков. Для детей постарше подойдет космический песок. Из него можно строить башни и лепить мелкие детали, так как он более плотный. Сколько песка понадобится, чтобы ребенок смог играть полноценно? Все зависит, конечно же, от возраста малыша. Полутора годовалым детям хватит одного килограмма, трехлеткам нужно уже минимум два с половиной килограмма песка. А компании из нескольких ребятишек потребуется уже 5-килограммовая упаковка кинетического песка для возведения серьезных сооружений. Чтобы кинетический песок можно было использовать длительное время, необходимо соблюдать ряд правил. Хранить песок лучше всего в закрытом контейнере, так как в него не будет попадать пыль тогда. Наиболее благоприятные условия для хранения это приблизительно плюс 23 градуса по Цельсию и влажность около 60%. Если песок намокнет, его достаточно просушить в помещении. Нагревать не нужно. Если песок стал менее эластичным, его можно сбрызнуть водой и помять немного пальцами. Он опять приобретет эластичность и текучесть. Поскольку песок с легкостью поглощает посторонние запахи перед игрой, необходимо каждый раз мыть руки. Перед игрой протрите игровую поверхность и заберите волосы. Периодически проверяйте кинетический песок на наличие в нем посторонних примесей. Волос, пыли, грязи. Для игр с кинетическим песком подбирайте, конечно же, все-таки подходящую одежду. Лучше всего подойдут вещи из плотных, гладких тканей, так как с них проще всего стряхнуть песок. Знакомить малыша с кинетическим песком можно начинать примерно с года. Играть он должен только под вашим присмотром. И вначале это будет простое разминание песка. Но по мере взросления игры будут усложняться. И в итоге вы не будете успевать за фантазией ребенка. Для начала купить 2 килограмма песка, на мой взгляд, это оптимальное количество. И что нам с вами понадобится? Не все из списка обязательно, но поможет разнообразить игру. Итак, емкость с бортиками, формочки для песочницы, для выпечки, для льда, маленькие игрушки, звери, машинки, игрушечные деревья и тому подобное. Разные небольшие предметы, ракушки, камешки, посолинки, пуговицы. Я еще люблю и детям очень нравятся камешки Марблс. Счетные палочки еще могут пригодиться, спички, синельная или пушистая проволока. Игрушечная посуда. Предметы, которые оставляют интересные отпечатки. Толкушка с дырочками, рельефная скалка. И какие можно выделить виды работ. Итак, это рисование на песке, пальцем, кисточкой, карандашом, зубочисткой, палочкой. Отпечатки на песке, лепка объемных фигур, вырезание формами, конструирование. Изготовление фигур с использованием формочек. Создание сюжетных картин из песка. В качестве формы организации игр с кинетическим песком могут быть непосредственно игры, либо специально организованные занятия, в процессе которых дети получают знания, навыки по изучаемым темам, которые соответствуют возрастным нормам детей. Занятия строятся из четырех частей. Первая часть подготовительная, вторая вводная, третья основная и четвертая заключительная. Презентацию можете скачать, не буду уже тут рассказывать более подробно. Все можно прочитать, времени просто уже не очень много. Итак, и хотелось бы остановиться более подробно на играх с кинетическим песком. Для взаимодействия детей с песком я использую игрушку-помощницу, песочную фею. Она хозяйка песка и следит за порядком песочницы во время игр детей. Также песочная фея знакомит детей с правилами. Какие это правила? Нельзя выбрасывать песок из песочницы. Песочная фея любит, чтобы у детей было чистое лицо и руки. Песчинкам не нравится, когда их берут в рот и когда ими кидаются. В конце игры нужно убрать игрушки. У каждой игрушки есть свой дом. И песок необходимо разровнять, чтобы он стал похожим на ровный лист. Каким образом я знакомлю детей с кинетическим песком? В самом начале, как правило, дети мнут песок, оставляют отпечатки ладошек, пропускают сквозь пальцы. Поговорите с ребенком о свойствах кинетического песка, какой он и чем отличается от обычного. И здесь можно поиграть в игру, называется «Здравствуй, песок». Цель этой игры – знакомство со свойствами кинетического песка в сравнении с обычным песком. Песок не сухой и не мокрый, а как будто живой. Он движется. Давайте мы с ним поздороваемся и познакомимся. Опустите руки на поднос, сожмите песок в кулачках, разожмите кулачки, опять сожмите, разожмите. Понаблюдайте, как песок вытекает из ладошки, как ручеек. Переверните руки тыльной стороной, положите на песок, поглоти его. Что вы чувствуете? Этот песок такой же, как в песочнице? А чем он отличается? И тому подобное. Следующее – закапывание рук. Даже взрослому приятно погрузить свою руку в эту чудесную массу, а уж ребенок тем более с удовольствием будет прятать и откапывать свою ручку. Игра «Вершки и корешки». Целью этой игры является развитие внимания, наблюдательности, памяти, упражнения детей в правильном определении пространственного расположения предметов. И нам понадобится кинетический песок и мини-игрушки. Педагог называет какой-нибудь овощ, а дети быстро отвечают, что в нем съедобное. Если корешки, прячут руки в песок. Ну а если вершки, ставят кулачки на песок. Педагог предлагает детям поиграть с петрушкой. Петрушка задает вопросы. Где стоит матрешка? Между кулачками в центре кучки. А пирамидка? Слева. И так далее. Еще развиваем здесь и пространственные представления. Игра «Кнопочки». Целью этой игры является закрепление представления о свойстве кинетического песка, держать форму, развитие сосредоточенности, концентрации внимания, аккуратности. На песке с помощью отпечатков конструктора «Лего Дупла» делаю клавиатуру. Ребенок с радостью нажимает на каждую кнопочку, вдавливая ее. Игра. Штампики. Разорвняйте песок и предложите малышу оставлять на нем отпечатки различными предметами. Вариант этой игры «Чьи следы?» Предлагаем ребенку угадать, кто или что оставило следы на песке. Спасибо огромное за то, что делитесь с нами. Очень интересно. Пригодится в работе. Следующая игра – это трафареты. Целью этой игры является продолжение закрепления представления о свойстве кинетического песка, сохранять форму отпечатка, учить пользоваться трафаретами, закреплять тему какую. Здесь сами уже выбираете, например, транспорт. Предложите ребенку с помощью трафарета оставить отпечатки с помощью трафарета определенного транспортного средства. С помощью тематических трафаретов можно закреплять, опять же, не только тему транспорт, но и любые другие. Игра «Угадайка». Цель этой игры – продолжение знакомства со свойствами кинетического песка, держать форму. Развитие внимательности, закрепление представления о свойстве кинетического песка, оставлять отпечатки. На выровненном песке любыми предметами оставить отпечатки. Это могут быть овощи, фрукты, машинки и так далее. Благодаря свойству песка держать форму, любой предмет оставляет хорошо различимый след. И угадать, что это за предметы, не составит для ребенка труда. После того, как ребенок угадал, можно поменяться с ним ролями. Он оставит отпечаток, а взрослый угадывает. Фигура. Целью изучения этой игры является изучение геометрических фигур, продолжение закрепления представления о свойствах кинетического песка, оставлять отпечатки и держать форму. Для этой игры я использую штампы геометрических фигур. С их помощью знакомство и закрепление фигур проходит гораздо интереснее и увлекательнее. Также с помощью отпечатков на песке ребенок, используя геометрические фигуры, может составить изображение животного, машины, дома и так далее. Геометрические фигуры можно не только отпечатать, но и слепить. Например, с помощью фигурок из сортера. Усложните задачу, предложив ребенку не просто вылепливать фигуры, но и сопоставлять их с изображениями. Для этого я использую любые карточки с изображением геометрических фигур. Следующая игра «Платочки». Целью ее является продолжение закрепления представления о свойстве кинетического песка, сохранять отпечатки, развивать умение распределять рисунок в уголках и в центре квадрата, прямоугольника, способствовать активизации творческой активности. Предложить ребенку украсить платочек для куклы, для примера, показав, как украсил сам взрослый. Украшать платочек можно с помощью печаток, стек, палочек и тому подобное. Взрослый должен обращать внимание на расположение узоров. Игра больше-меньше. Цель показать ребенку наглядно соотношение больше-меньше. Для этой игры мы используем стаканчики разного диаметра. В отпечатке большего по диаметру стаканчика помещается отпечаток или отпечатки стаканчиков меньших по диаметру. Ребенок наглядно видит разницу в этих понятиях и обучается играючи. С помощью кинетического песка лепим. Попробуйте вместе с ребенком скатать колобка, расплющить его, сделать из песка гору, забор. Игра, например, какой длины. Лепим несколько гусениц из песка и определяем, какая из них длиннее, а какая короче. Ребенок раскладывает их по заданным взрослым параметрам. Используя формочки, кинетический песок отлично подходит для лепки фигур с формочками. Здесь подойдут обычные формочки для песка, но можно разнообразить игру, взяв формочки для кексов или любые маленькие емкости. Мы еще выдавливаем разные фигуры, используя формы из наборов для лепки Play-Doh. Детям очень нравится, они в восторге. И им радостно, и я благодаря этому реализовываю образовательные задачи. Интересные конструкции получаются, если использовать для лепки обычные формочки для льда. Вы можете лепить из кинетического песка различные формы, изучать их с ребенком, используя в качестве формочек фигурки из сортера. Или предложить ребенку слепить буквы, цифры. Для облегчения задачи можно предварительно распечатать трафареты на листе А4 или половины А4. И еще не только мы лепим, но и украшаем. Опять же, здесь любой материал, который у вас есть под рукой, подходит. Очень, опять же, повторюсь, проговаривала, нравятся мне камешки Marbles. Удобно в использовании, их легко мыть, хранить, и дети с удовольствием играют. И опять же, в игре реализуем образовательные задачи. Следующее, что еще можно делать? С помощью кинетического песка мы готовим, лепим пирожки, кормим зверей, раскладываем угощения по тарелочкам. Режем ножом. Из песка вы можете сделать хлеб, масло, колбаски, тортик. Вручить ребенку пластиковый нож или менее опасный столовый нож. И предложить нарезать предложенные продукты питания или блюда на кусочки. Или приготовить бутербродики. Продукты из кинетического песка отлично режутся даже тупыми ножами. А ребенок будет увлечен доверенной важной миссией. Игра «Мы кондитеры». Цель этой игры продолжать знакомить со свойствами кинетического песка, держать форму, учить ребенка владеть ножом. Для этой игры мы используем формочки для выпечки пирожных, формочки для печенья и простые формочки для песка. Благодаря тому, что песок отлично держит форму, получаются настоящие кондитерские шедевры. Получившиеся изделия аккуратно и без осыпания режутся пластиковым ножом на ровные части. Угощаем тортиком, кукол и другие игрушки. И также можно украшать свои поделки и свои предметы. Итак, дальше. Что еще? Очень дети нравятся работать с такими фигурными скалками. Я использую рельефную скалку из набора для лепки Play Doh. Скалка – это у нас обычный каток, который делает асфальт. Втыкаем разные предметы. Дети любят втыкать в песок тонкие, длинные предметы. Можно использовать синельную пушистую проволоку, соломинки, спички, счетные палочки. Что мы еще делаем? Прячем и ищем клад. Сначала спрячьте небольшие игрушки в песок и пусть ребенок их ищет. Предложите ребенку самому спрятать клад. И здесь цель этой игры – развитие осязательного чувства ребенка и мелкомоторики рук, а также развитие сосредоточенности. Дети очень любят искать спрятанные предметы. Для этой игры взрослые прячут в кинетическом песке любые фигурки. Можно пуговицы, можно маленькие игрушки. Ребенок должен найти определенную игрушку, найти, можно все спрятанные игрушки, найти определенное количество спрятанных игрушек. Например, для темы животные задание может быть таким. Найди пять диких и пять домашних животных. Игру можно сделать обучающе. Для этого спрячьте в песок пластмассовые буквы или цифры, геометрические фигуры, предметы разных цветов. Попросите найти определенную цифру или определенную букву. Из найденных цифр можно составлять примеры, а из найденных букв – целые слова. Вы задумываете слово, записываете его на бумажке и предлагаете ребенку найти в куче кинетического песка нужные буквы для составления слова. С помощью кинетического песка можно развивать и грамматический строй речи. Не могу обойти вниманием, поскольку все-таки я логопед и я люблю такие игры, которые направлены все-таки на речевое развитие детей. И какие здесь можно играм предложить? Чего не стало? Ребенок закапывает игрушки из набора и говорит, что пропало. Тренируясь в употреблении падежных окончаний существительных. Например, не стало кубиков, не стало котят или нет кого-то, например, нет кубика. Таким образом, игра один много. Цель этой игры – развитие тактильной чувствительности, воображения, мелкомоторики, функции слова изменения. И нам понадобится с вами кинетический песок, конечно же, формочки, кубики, различные мелкие предметы, картинки. И взрослый прячет игрушки или картинки в песке. Ребенок должен достать любую из них, назвать в единственном числе, а затем во множественном. Игра «Разноцветная фантазия». Целью этой игры является упражнение детей в умении согласовывать существительные с прилагательными. Нам понадобится кинетический песок и жетоны. Взрослые прячут в песке жетоны разного цвета. Дети находят жетон и подбирают существительные, обозначающие предметы данного цвета. Например, если жетон желтого цвета, то желтое солнце, что там еще, может быть синее, если синего цвета, синяя юбка, красный мяч и тому подобное. Игра «Откопай загадку» и нам понадобится кинетический песок и мелкие игрушки. Педагог загадывает загадки. Дети отгадывают и откапывают отгадки. Разгадка получается закопана в песке. Педагог задает вопрос. Назовите, кого или что вы отгадали. А теперь поиграем с этими игрушками. Можно с детьми сочинить сказку и рассказать ее. Строим из конструктора. Пусть песок будет грунтом, на котором возвышаются небоскребы из лего или небольшие домики из кубиков. Строим замки, дома. Здесь могут понадобиться специальные формочки в виде башен и стен замка. А можно строить ручками или использовать стаканчики из-под йогурта и другие емкости. Можно сделать забор, воткнув в песок, в спички, в счетные палочки. Игра «Построим башню для принцессы». И здесь мы преследуем цель развития мелкой моторики, ловкость пальцев, стремление доводить начатое до конца. Оборудование у нас в кинетический песок, формочки, кубики. И предложите ребенку построить башню для принцессы, чтобы спрятать ее, например, от злой королевы. Башню нужно построить из кубиков, возьмите формочки и сделайте кирпичики. Уточните, что нужно все делать очень аккуратно, иначе башня может развалиться. Конечно же, чтобы не оставался на полу, это либо индивидуальная работа, либо малая группа, до четырех человек. Это по моему личному опыту. Если больше детей, то, конечно, уже сложнее тогда и вам работать, и дети тогда начинают уже отвлекаться. В итоге больше вероятность того, что мы с вами не реализуем поставленную цель. Поэтому я для себя оптимальное количество вывела, это четыре человека максимум. Четыре человека. Итак, следующая игра, кто выше. Целью этой игры – знакомить со свойствами кинетического песка. Держать форму, развитие сосредоточенности, концентрации внимания, аккуратности. Формы, сделанные из кинетического песка, очень прочные. Но как только давление сверху достигает определенного предельного веса, то строение уже рушится. Данное свойство можно использовать для игры, задача которой – построить башню как можно выше. Еще играем с детьми в игру «Песочный карьер». Грузим песок и везем на стройку. Застрявшая машина. Одна из любимых игр мальчишек. Катать по песку машинки и откапывать их из песочного плена. Чистим снег. Чтобы машинки не застревали, скажем так, в снегу, дорогу надо обязательно почистить. С помощью игрушечной снегоуборочной машины. А можно использовать совочек, пластиковый ножик. Игра «Спасаем людей из-под лавины». Когда я показала детям видеосюжет о снежных лавинах, они под долгом стали играть в спасение людей, попавших под лавину. Игра «Вулкан». Можно слепить гору и сделать в центре большое отверстие. Это у нас будет жерло вулкана. Но еще больше дети любят, когда я складываю свои ладони так, чтобы получилось подобие вулкана. Через жерло которого они проталкивают песок. Это вытекает лава. Туннели и пещеры. Лепим гору и строим туннели с помощью карандашей, пальцев и любых длинных узких предметов. Делаем в горе из песка большое отверстие. Это будет у нас пещера. Заселяем в нее, например, медведя. Скатываем мячики по горке. Слепите из кинетического песка гору. Сделайте небольшие углубления, дорожки. И скатывайте по ним маленькие шарики. С песком можно играть во множество сюжетных игр, заодно изучая окружающий мир. Например, ознакомим ребенка динозаврами, играем в пустыню, сажаем огород, строим ферму. У вас получится так называемая сенсорная коробка, которая наполнена самыми разными игрушками и материалами. Игра «Песочные картины». Целью этой игры является научить ребенка создавать из песка постройки и героев по замыслу. Нам понадобятся миниатюрные игрушки. Можно использовать машинки, куколки, фигурки животных. Я собираю игрушки от киндер-сюрпризов. Очень хороши в работе. Попросила всех своих знакомых, чтобы они не выбрасывали, не раскидывали. Ребенок поиграет, пусть отдадут мне. У меня уже такая достаточно хорошая коллекция и прекрасно идут в работе. Кроме того, нам понадобится еще бросовый материал и формочки. Ребенок создает на песке картину, используя природный материал. Следующая игра «Сказочный город». Здесь мы с вами учим ребенка создавать из песка постройки и героев по замыслу. Опять же понадобятся миниатюрные игрушки, бросовый материал, формочки. С помощью различных формочек ребенок строит замки, города, которые затем мы обыгрываем с использованием мелких игрушек. Игра «Зоопарк». Здесь мы учим ребенка создавать из песка постройки, опять же, и героев по замыслу. Предложите ребенку вылепить из песка различных животных и провести экскурсию по зоопарку. Рассказать о каждом животном, да, в каждом подробную характеристику. Если малыш отказывается, не следует настаивать. Можно просто похвалить и сказать, что вам понравилась его постройка. А можно положить в песок ракушки, и у вас готов морской берег. А само море заселите рыбками, морскими животными, водорослями. С помощью кинетического песка можно рисовать. Это всем знакомая игра. Палочкой или пальцем рисуем на кинетическом песке. Рисунки могут быть как импровизацией ребенка, так и на усмотрение взрослого. Нарисовать фигуру, букву, провести волнистую линию, соединить две фигуры и тому подобное. Как я уже отмечала, с помощью кинетического песка можно изучать буквы, счет, учиться писать. Писать можно палочкой, зубочисткой, пальцем. Вы можете тренироваться писать на песке буквы, цифры, слова. Решать простые примеры или учиться читать слоги и слова. Выводить буквы и цифры палочкой на песке гораздо веселее, чем ручкой на бумаге. А значит, наверняка эта игра увлечет ребенка гораздо больше, чем скучное сидение за столом. Также еще я каким образом работаю с кинетическим песком в данном разделе. Могу, например, написать букву, но и какой-то элемент пропустить. Прошу ребенка угадать, какая буква, ну или цифра, например, да, и дописать недостающий элемент. Либо, например, пишу слово, короткое слово, и какая-то буква пропущена. Соответственно, прошу ребенка прочитать, если он умеет читать, естественно, и вставить пропущенную букву. И здесь мы с вами еще плюс работаем над профилактикой дисграфии. Также можно с кинетического, с помощью кинетического песка изучать понятие длиннее, короче, больше, меньше, делить на части. Разрезаем колбасу, торт, понятие половина здесь может даваться, четверть и тому подобное. Можно играть с песком и тренировать математические способности, развивать математические способности. Каким образом? Игра узор под диктовку. Цель этой игры – ориентирование в пространстве. Педагог дает указания, в каком углу, в каком месте песочницы положить тот или иной предмет, нарисовать тот или иной предмет. Можно использовать природный материал. Игра, что справа, слева, сверху, снизу. Ребенок определяет и называет местонахождение того или иного предмета в песочнице или рисунка. Числа и цифры. Ребята откапывают спрятанные в песке предметы, природный материал, классифицируют их и сравнивают количество. Обозначают каждую группу соответствующей цифры. Игра – кратчайший путь. Дети определяют маршруты, песочницы с использованием условной меры и сантиметровой линейки. Да, конечно, песок, емкость для песка и дополнительные материалы. В лучшем случае, если их нет, то, конечно, понятно, трудно сейчас купить. Но вы знаете, мы каким образом выходим из ситуации по поводу материального снабжения? Мы пишем проекты, участвуем в конкурсах, выигрываем гранты. И на средства гранта мы тогда уже закупаем материалы и пополняем нашу материально-техническую базу. Следующее. И опять же еще момент, как я проговорила, что в принципе, да, сам по себе он дорогостоящий кинетический песок, но в некоторых магазинах можно найти по минимальной цене. И дополнительные материалы в принципе не обязательно покупать. Вы можете попросить своих знакомых, у кого дети выросли. Я таким образом тоже пополняю свою коллекцию. Дети выросли у знакомых, прошу поделиться. Мой ребенок уже вырос, и я знала, что мне это пригодится. Целенаправленно покупала для него и теперь использую в своей работе. Таким образом. То есть в принципе здесь достаточно купить только песок. Емкости можно не обязательно покупать в специализированном магазине. Можно купить обычный пластиковый контейнер больших размеров. Опять же, по объему вы ориентируетесь на то количество детей, с которыми вы будете работать. Соответственно, если это один ребенок, у вас индивидуальное занятие, то у вас нет необходимости покупать большего объема емкость. Если больше детей, там уже ориентируетесь. Итак, дальше. Еще какая игра? Лабиринты. Устраивают песочные лабиринты. Дети другие, например, ищут выходы из них. Геометрическая мозаика. Создание в песочнице узоров из геометрических фигур по образцу, по памяти, по словесным указаниям. Учимся считать. Здесь мы делаем из песка несколько кучек. В одной из них прячем игрушку. Ребенку нужно найти ее по подсказке взрослого. Ищи в третьей кучке справа или в пятой кучке слева. После можно предложить малышу самому спрятать игрушку и подсказать вам, как ее найти. Постепенно увеличиваем количество кучек. Здесь мы еще развиваем и пространственные представления. Можно играть с песком и обучать детей грамоте. Кто спрятался? Найди в песке фигурки и отбери те из них, названия которых начинаются на заданный звук. Нет, цвет песка не имеет значения. Поэтому вы выбираете, исходя из ситуации, какая цель вашего занятия. Если мы с детьми делаем морской берег, то логично, наверное, что будет, в принципе, голубого цвета. Поэтому не обязательно вам акцентировать внимание. Исходите из цели занятия. Можно играть в игры-соревнования. Здесь проводится игра в парах, в двух песочницах. Победитель тот, кто быстрее откопает буквы и выложит слова по образцу. Можно использовать песок в художественно-речевой деятельности. Кто быстрее найдет? Найди предмет в песке и составь о нем предложение, описание, назначение и так далее. Что ты чувствуешь? Описание детьми своих ощущений при взаимодействии с песком. С помощью песка разыгрываем сказки, сюжеты. Почему бы не разыграть любимые сказки ребенка-песочница? С кинетическим песком можно организовывать экспериментальную деятельность. И различный опыт, например, опыт, из чего состоит песок. Педагог проговаривает детям. Ребята, как можно узнать, из чего состоит песок? Его нужно что? Рассмотреть. Что нам поможет рассмотреть песок поближе? Лупа. Давайте рассмотрим, что вы видите. Из чего он состоит? Песок состоит из песчинок. И у песчинок разная форма. Давайте возьмем песок в руки. Что чувствуете? Обычный песок сыпучий. А кинетически какой? Вязкий. Вывод. Итак, из чего состоит песок? Из песчинок. Какой он сыпучий и вязкий? Либо еще опыт сухой и мокрый. Растворяется в воде или не растворяется в воде. Песок кинетически можно также не только приобрести в магазине, но и сделать самостоятельно. И я здесь в презентации написала несколько рецептов, как можно сделать самим песок. Опять же, вы можете скачать эту презентацию и попробовать сделать самостоятельно его. Несколько рецептов. В принципе, ингредиенты доступны. И можно попробовать. Таким образом, на самом деле, кинетический песок имеет широкий спектр применения в работе с дошкольниками. В него дети играют, как в песочнице, на улице, получают положительные эмоции. А педагоги и родители используют умный песок как эффективное средство для разностороннего развития малышей. Спасибо за внимание. Спасибо за ваши отзывы. Очень приятно. Еще раз спасибо. До свидания.